День с толком 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 пребывает в неподвижном состоянии, соответственно, есть определенные трудности. Это увеличение дисков позвоночника в объеме чуть ли не в 2,5 раза. Это суставы находятся в неподвижном состоянии, соответственно, сеновиальная жидкость очень медленно распространяется по ним, и она почти отсутствует. И идет ударная нагрузка на суставы. Молодец! Многие спортсмены, не меньше специалистов, знают о тонкостях упражнений в разное время суток, но рабочее расписание нередко вносит свои коррективы. Элита пауэрлифтинга Ирина Зотова, к примеру, работает на мукомольном предприятии. Каждая смена по 12 часов. Помимо этого, у женщины есть семья, домашние дела и огород. Говорит, на полноценную тренировку нужно выделить в среднем 2,5 часа. Это время можно найти только утром и лишь выходные. Работаю, работаю по сменам, и что у меня никак не получается. Не хватает времени на тренировку. Работаю до 8 часов вечера, не хожу до этого утром. Не хватает времени спокойно потренироваться, не жарко. Не еще хватает на домашние дела. Со временем утренние тренировки для многих спортсменов превращаются уже в необходимую для организма привычку. Спорт утром, работа днем и отдых вечером. Иначе организм начинает страдать. Я очень люблю утренние тренировки. После работы, например, у меня будет очень много стрельба, и мне тяжело заниматься. И все же реабилитолог утренние тренировки допускает, только в случае соблюдения определенных правил. Штангистам он рекомендует работать с малыми весами, а бегунам выбирать короткие дистанции. Силовые тренировки с высокой нагрузкой специалист настоятельно советует переносить на вечер, когда организм уже успел самопроизвольно размяться. При этом сообщество новобонных экспертов, всевозможных коучей, мотиваторов и блогеров убеждено, раннее пробуждение и утренний заряд бодрости – залог успеха в жизни. Правда, оценить объективность этого утверждения никто не в силе. Елена Кукина, Александр Лизратов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае перед судом предстанет группа преступников, которые сбывали наркотики через интернет-мессенджеры. Шестеро обвиняемых, в том числе трое несовершеннолетних, занимались распространением наркотиков на территории Алтайского края и Новосибирской области. Задания дилеров поступали им через мессенджеры. Таким образом, подозреваемые узнавали о местонахождении партий с наркотиками, после чего расфасовывали и распространяли в различных местах. Согласно разным статьям обвинения, а объем обвинения насчитывает 26 томов, каждому из наркокурьеров грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Футболисты «Динамо» готовятся сыграть в Кубке России против Тюмени, а хоккеисты «Динамо Алтай» продолжают свою подготовку к очередному сезону в первенстве высшей лиги. Подробнее в кратком обзоре спортивных новостей. Футболисты «Динамо» продолжают свое выступление в Кубке России. На очереди 1-64 финала и соперник серьезный. Игроки из Тюмени дважды обыгрывали «Бело-Голубых» и в этот раз наверняка захотят продолжить победную серию. Однако у барнаульцев решается вопрос с укомплектованностью состава, да и родной стадион с болельщиками должен помочь эмоционально. Не подведут ли наши, узнаем уже завтра. Матч на стадионе «Динамо» начнется в 17.00. В отличие от футболистов, хоккеисты «Динамо Алтай» в сезон только вкатываются. Команда проводит по две тренировки в день и готовится сыграть контрольные матчи. 20 и 21 августа на Тютов-арене в Барнаул принимает красноярских рысей, а 28 и 29 играют с кузнецкими медведями. В начале сентября 7 и 8 наше отправится в Красноярск. На игры все с теми же рысями. Дмитрий Дроздов. День с толком. И в завершении выпуска о необычном празднике. Сегодня Всемирный день полета на воздушном шаре. Возможность подниматься в небо в летательном аппарате с корзиной у жителей нашего края появилась около 7 лет назад. С годами такой досуг становится популярнее, но вот доступен он не всем. В летнее время подняться в небо можно только на восходе и на закате дня. В это время нет ветра и солнце еще не жарит. Температура воздуха при этом не должна быть ниже 18 и выше 25 градусов. На шаре подняться можно на 40 метров и до 2000. Это выше полета птиц. В зимнее время подъем возможен практически весь световой день. В основном на это решаются молодые люди, молодожены, любители необычных фото и видеокадров. К сожалению, такое удовольствие не из дешевых. Стоимость часа полета, которая организует всего две частные компании, варьируется от 8 до 30 тысяч рублей. А на этом у меня все. Смотрите нас не только по телевизору, но и в социальных сетях и на ютуб. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...